МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Сергей Прохоров. Добрый вечер. Смотрите в этом выпуске. Расширять номенклатуру взаимноторговли и создавать совместные производства. Беларусь и Малайзия углубляет сотрудничество. Екатерина Желянина о двусторонних перспективах. Последний бой Дональда Трампа о судьбу избранного президента США в эти минуты решает голосование выборщиков. Чрезвычайная ситуация в Иркутске. Жертвами поддельной настойки боярышника там стали около полусотни человек. Каким образом упростят ЕРИП? Сколько потратят на реконструкцию трассы М-10? И по какому графику работают рынки до Нового года? Об этом и не только. Через несколько минут в экономическом обзоре Юрий Табольден. Елки под охраной. В белорусских лесах введен специальный режим защиты от новогодних браконьеров. Подробности в материале Александра Добрьяна. Международная организация СОС «Детские деревни» сегодня отмечает свой юбилей. О том, как учатся доверять, дружить и жить одной семьей. Те, кто однажды вытянул свой счастливый билет. В репортаже Виктория Ходосок. В Белоруссии и Малайзии должны развивать не только политические, но и экономические связи. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня во время встречи со спикером Палаты представителей парламента этого государства. Расширять взаимную торговлю в стороны намерены, несмотря на внушительное расстояние между Минском и Куала-Лумпуром, почти 9 тысяч километров. К этому моменту взаимный товарооборот превышает 130 миллионов долларов. И это явно не предел взаимных возможностей. Екатерина Желянина о том, как давние контакты превратить в контракты. Экзотическая природа, шоппинг и небоскребы. Башни Петронос в Куала-Лумпур входят в десятку самых высоких зданий мира. 88 этажей, 452 метра. А Малайзийский остров Сепадан называют одним из лучших мест для дайвинга на планете. Впрочем, Минск и Куала-Лумпур связывают не только туристические маршруты. Отношения прочные и потенциал огромный. Так что торговый оборот, превысивший 130 миллионов долларов, это лишь начало пути экономического. А вместе с тем и политического. Когда общий язык находят государственные деятели, бизнесу намного проще выполнять свои задачи. Президент Беларуси сегодня встретился со спикером малайзийского парламента, пандикаром Амином Муля. Мы давно ждали приезда высокого гостя, который бы представил здесь Малайзию. У нас становились добрые отношения с вашей страной. Несмотря на географическую дальность вашего государства, мы имеем достаточно высокий товарооборот. Единственный недостаток, что слишком узка номенклатура этого товарооборота. И в ближайшее время нам предстоит заняться именно этим вопросом. Думаю, что ваш визит явится как раз значительным шагом для того, чтобы расширить не только торгово-экономическое сотрудничество, но и наше политическое взаимодействие. Особенно взаимодействие между парламентами. Я считаю, что в современном мире народная дипломатия имеет очень большое значение, играет большую роль. И вершиной этой народной дипломатии является межпарламентское сотрудничество, потому что депутаты представляют интересы народов наших стран. Мы очень заинтересованы в развитии отношений с вами. Заинтересованы, потому что вы не предъявляете нам никаких предварительных условий, не ставите их перед нами, как это делают некоторые. Мы также не имеем абсолютно никаких претензий к вам. Мы также не будем обуславливать наши отношения некими пунктами нашей программы. Мы готовы продолжать наше сотрудничество на основе того фундамента отношений, который у нас сложился. Я хотел бы поблагодарить вас за тёплый приём на белорусской земле. Сегодня мы уже подписали меморандум о сотрудничестве с белорусскими коллегами. И хотел бы заверить вас, что мы, как законотворцы, будем поддерживать любые договорённости, которые будут достигнуты между правительствами наших стран. Сегодня белорусский экспорт в Малайзию на 99% калийное удобрение. А между тем, эта страна очень нуждается в электронике, нефтепродуктах, транспорте, сельскохозяйственной технике. В общем, многое из малайзийских импортных статей Беларусь вполне может предложить. Взять, к примеру, тракторы. Первый белорус отправился в эту азиатскую страну ещё в 68-м. Но сегодня сотрудничеству требуется перезагрузка. Малайзийский рынок для нас интересный. Мы пытались на него поставлять технику. И, в принципе, были пробные поставки. У нас есть для них что предложить. Большое количество техники. 120 вариантов модификации с кондиционером, без кабины, с кабиной, с танкаркасом. И по мощности, и по комплектации. МТЗ, БелАЗ, авиационный ремонтный завод, промышленность. В том числе, военпром. Общая тема для разговоров. Не только торговля, но и совместное производство. Разумеется, туризм. Кстати, белорусам в Малайзию виза не нужна. Сейчас идет работа над тем, чтобы гости из этой страны приезжали к нам тоже, без виз. А вот еще одно очень перспективное направление. Образование. Студенты из Малайзии часто приезжают в российские вузы. Особенно за медицинскими дипломами. О престиже белорусских университетов. О качестве нашего здравоохранения наслышаны. Но пока парадокс. У нас учится лишь один малайзийский студент. Добрый день. Добрый день. Как вы почувствуете сегодня? Серьезная и, как полагает профессия, собранный врачом Махеш мечтал стать еще с детства. Получить медицинское образование именно в Беларуси посоветовал друг его отца. Также доктор. Аргументы, спокойная страна и качественное обучение. И вот шестой курс. Сегодня, когда до диплома осталось всего-то полгода, будущий терапевт признается. Учеба оправдала все ожидания. Готов рекомендовать наше образование у себя на родине. Конечно, буду, потому что, как уже сказал, качество обозвания хорошее, плюс стоимость тоже не так дорого. Мне кажется, я сделал правильный выбор. С третьего курса до шестого курса у нас есть практика. То есть мы можем общаться с пациентами в больнице. О подготовке кадров разговор шел в Совете Республики, в Верхней Палате Белорусского парламента. В Беларуси и Малайзии прорабатывают несколько соглашений между вузами. Мы приветствуем ваш визит как хороший знак в поступательном развитии наших двусторонних отношений. Вы и ваша делегация могут быть уверены в том, что договоренности, которые вы достигли с Палатой представителей, с господином Андрейченко, также будут реализовываться и силами Белорусского Сената, Совета Республики в полном объеме. Мы будем создавать необходимые комфортные условия для реализации достигнутой договоренности. Малайзия может предложить нам не только незабываемый отдых, но еще каучук, изделия из резины, нефть, пальмовое масло, текстиль. Для того, чтобы углубить сотрудничество двух стран, нужно в том числе доработать договорно-правовую базу. Об укреплении межпарламентского сотрудничества говорили сегодня и с главой нашей Нижней Палаты. Экскурсия в овальном зале, обмен подарками, переговоры и подписание меморандума. В целом мы считаем, что на сегодняшний день у нас есть необходимая основа для того, чтобы углублять наш политический диалог, развивать торгово-экономические отношения, развивать наше сотрудничество в области культуры, науки, образования, здравоохранения. Потому что на сегодняшний день у нас имеется огромный нереализованный потенциал. В программе визита парламентской делегации Малайзии посещение белорусских предприятий, достопримечательностей, переговоры с правительством. Все это позволит определить конкретные направления для развития отношений. В настоящее время прорабатывается визит в Куала-Лумпур белорусского президента. Екатерина Желянина, Валерий Науменко, Татьяна Ревизори, телекомпания СТВ. Александр Лукашенко возглавил российский рейтинг доверия лидерам государств-участников СНГ. О своем отношении к президенту Беларуси заявили 66% россиян. Это данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Кроме того, около 70% респондентов считают нашу страну самой стабильной и успешной на пространстве СНГ и главным партнером России на мировой арене. Последний бой Дональда Трампа. В США в эти минуты проходит голосование выборщиков, которое решит судьбу избранного президента. Такова обязательная процедура выборов в Америке. Как правило, это формальность, но не на этот раз. На членов коллегии оказывают серьезное давление. Многих агитируют саботировать результаты народного голосования и не поддерживать миллиардера. Для того, чтобы он остался без овального кабинета, его противникам нужно переманить на свою сторону 37 выборщиков. Что происходит на политической арене за океаном и каков сценарий развития событий наиболее ожидаем? В этом вопросе разбирался мой коллега Алексей Волков. В финальный штрих картине под названием «Президентские выборы в США-2016» готовятся нанести американские выборщики. 538 делегатов от всех штатов плюс округ Колумбия. По идее, должны просто подтвердить результаты голосования от 8 ноября. 306 баллов у Трампа, 232 у госпожи Клинтон. Однако в преддверии дня невозврата, как называют сегодняшний день, на многих членов коллегии давили. Мол, давайте подкорректируем эти цифры в пользу экс-госсекретаря. Еще больше скандал в грязной кампании за честные выборы разгорелся, когда пока еще первая леди Мишель Обама заявила, с приходом Трампа завершится эпоха надежд и перемен. Мишель Обама заявила вчера, что надежды больше нет. Я так понимаю, что она говорила о прошлом, а не о будущем. Потому что у нас сейчас есть и большие надежды, и еще больший потенциал. Я уверяю вас, как государство, нас ждет великое будущее. Пока демократы критикуют Трампа, последний как настоящая рок-звезда, отправился гастролировать по стране с благодарственным туром. В это время в родном для эксцентрика Нью-Йорка идут протесты. Так как же Трамп победил, если Америка против? Все дело в двухступенчатой системе голосования. Сначала люди, а потом выборщики. Согласно подсчетам бюллетеней народных, Клинтон уложила миллиардера на лопатки. Почти на 3 миллиона больше человек отправляли именно ее в Белый дом. Сами американцы должны разобраться, что на самом деле нужно. То есть, если бы система была обычная, как в Беларуси, соответственно, в России и в многих других странах, не было бы коллеги-выборщиков, была бы одноступенчатая система. Конечно, Хиллари Клинтон была бы президентом США. Ожидать, что выборщики скопом решат игнорировать мнение людей, скорее всего, не стоит. Это и противозаконно, и щревато для карьеры. Из коллегии исключатся штрафом. Алексей Волков, Дмитрий Байрович и Андрей Новгородцев. Телекомпания СТВ. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Иркутске. Там погибли 49 человек. Люди стали жертвами жидкости под названием «Боярышник». Экспертиза выявила в образцах метиловый спирт и антифриз. И хотя на этикетке указано, что средство предназначено исключительно для наружного применения, пострадавшие употребляли его в качестве спиртного. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее отравление и гибель людей, введен запрет на реализацию всех спиртосодержащих жидкостей в продуктовых и хозяйственных магазинах. Также введен ежедневный контроль за качеством всех алкогольных товаров, которые поступают в торговые сети Иркутска. К слову, власти уже нашли подпольный цех, где изготавливался смертоносный препарат. Кроме канистров с ядовитым «Боярышником», там обнаружили водку двух марок. Владельцы производства задержаны. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Многоступенчатая, сложная и максимально надежная. Белорусская система контроля качества пищевой продукции исключает попадание запрещенных и вредных веществ. На каждом предприятии созданы собственные лаборатории, которые регулярно проверяют. Какие тесты проходят товары, прежде чем попасть к потребителю, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Табулина. Юрий, добрый вечер. Как часто наши производители отправляют свою продукцию на исследование? Добрый вечер, Сергей. Проверка продуктов на соответствие международным правилам не исключение, а ежедневная практика. Только в Брестской области в течение года проводят более тысячи проб. Самое современное оборудование позволит определить более сотни отклонений, а значит, производителям физически невозможно будет скрыть реальный состав. Кроме того, пробы позволят определить соли тяжелых металлов, токсичные элементы, пестициды, антибиотики и другие показатели. Так вот, по данным этого года, положительных результатов экспертизы, то есть опасных находок, обнаружено не было. Стандартные пробы мы получаем в национальном центре микробиологическом, куда они уже доставляются непосредственно по договору сторонних организаций. В своей лаборатории мы проводим исследования, выдаем результат, и уже этот результат обрабатывается самим провайдером на территории стороннего государства. Вот в последний раз мы получали такие пробы из Великобритании. Все результаты подтвердили компетентность нашей лаборатории. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в дорожное строительство. На обновление трассы М-10, которая проходит по югу страны и соединяет Кобрин с границей России, банкиры готовы потратить до 100 миллионов долларов. Однако всей суммы на полную реконструкцию недостаточно, поэтому Минтранс рассматривает долевое участие частного инвестора. Взамен ему предложат взимать плату за проезд по дороге. Оплата в один клик – единое расчетное пространство. Оно же ERIP стало проще. Теперь для оплаты услуги клиенту достаточно будет ввести ее уникальный код. Правда, для этого придется найти и запомнить его. По мнению разработчика, новый сервис при условии хорошей памяти клиента сократит время проведения платежа в среднем в два раза. На праздничный режим работы переходят все новые торговые объекты. Главный продовольственный рынок Минска до 1 января будет функционировать без выходных. Таким образом, управление торговлей старается сократить предновогодний ажиотаж и сохранить стабильный уровень цен. Помимо традиционных продовольственных товаров, в ближайшие две недели откроются точки по продаже праздничной атрибутики и хвойных деревьев. На первых торгах недели национальная валюта не изменилась относительно корзины. Американский доллар подешевел на десятую часть копейки, на вторник его курс составит 1 рубль 97 копеек. Евро набрал третью часть копейки, завтра по Ронсбанку 2,06. Российская валюта потеряла несколько пунктов. В итоге на бирже за 100 российских можно купить 3 рубля и 19 копеек белорусских. Таковы основные деловые новости понедельника. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей. Спасибо. Это был Юрий Таболин с обзором деловых новостей. 300 миллионов долларов планируют инвестировать российский экспортный центр в энергетику Беларуси. Соответствующий документ подписали сегодня в Минске. Соглашение предлагает совместную реализацию проектов в сфере электроэнергетики и будет носить исключительно практический характер. Уже известно о скором запуске сразу нескольких проектов. Одним из них станет модернизация минской ТЭЦ-3. Мы говорим о станции, которая рождалась в 60-е годы. Мы говорим о том, что на ней, безусловно, необходима модернизация для того, чтобы она стала еще эффективнее для наших потребителей электрической тепловой энергии. Ренок, конечно, Республика Беларуси является стратегически важным. И отдельным направлением является у нас сотрудничество с энергетическими компаниями Беларуси. Мы знаем, что есть программа модернизации инфраструктуры. Это, прежде всего, электростанции, Минск, ТЭЦ, Гродный, ТЭЦ и так далее. Сотрудники Комитета госбезопасности Беларуси задержали менеджеров ряда машиностроительных предприятий за взятки. Среди заводов называются МТЗ, МАС, БелАС и ГОМСЕЛЬМАШ. Установлено, что руководство и работники компаний за вознаграждение от коммерческих структур обеспечивали продвижение продукции последних. С 2013 года за приемку сырья и комплектующих с элементами брака, выдачу фиктивных заключений по качеству, получение сведений о перспективных разработках им передано взяток на 200 тысяч долларов. В Комитете госбезопасности выясняют, были ли другие эпизоды противоправной деятельности задержанных. В период с 5 по 7 декабря текущего года Комитетом государственной безопасности задержан ряд должностных лиц ОАО, Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, Белорусский автомобильный завод, в том числе и заместитель генерального директора ОАО МТЗ, финансовый директор указанного предприятия. Кроме того, заполученное ранее денежное вознаграждение в общей сумме около 40 тысяч белорусских рублей, задержано еще 4 сотрудника экономических и планово-финансовых подразделений ОАО МТЗ. В отношении всех них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сусо Павляшвили и Анатолий Ермуленко разыграли двухкомнатную квартиру от Евроопта. Речь об игре «Удача в придачу». Обладателем заветных метров стала жительница Лиды. Вот два семейных внедорожника уехали в Поставы и Славгород. Еще один остался в столице. О результатах 22-го тура игры, а также о перспективах следующего. С бантиком Грете и впрямь постоять придется. Правда, у ее новой владелицы нет. Татьяна Горбач, сапожник без сапог. Ведущая инженер автомобильного завода от волнения не смогла даже открыть серебристую ласточку. Вот и остается. Пока на салон разве что через боковое стекло смотреть. А цена – иномарки. Хлеб, молоко да сардельки. Часто заказываю продукты на дом, потому что у меня дома муж инвалид, мама инвалид. И мне одной таскать все тяжело. По соседству еще одна счастливица Наталья Аксенова из Славгорода водить тоже пока не умеет, но ради машины мечты ситуацию обещает исправить. В тех турах у меня было много баллов. Но я не выигрывала и смотрела, и переживала. 22-й тур. Я отпустила удачу. И она нашла меня. Белоснежная легковушка уже сегодня отправится за 160 километров от столицы. Поставы. Сначала мне казалось, что это розыгрыш. Но когда услышала голос СУСО, то поверила. Не поверили своему счастью и супруги из Лиды. У них куш куда больше. Двушка в новом районе столицы. Ключи вручают народные артисты Анатолий Ермоленко и председатель совета директоров сети Евроопт Андрей Зубков. Счастья вашему дому. Будьте счастливы и играйте. Спасибо. Поучаствовать предложил зять, выигравший накануне денежный приз. Теперь вот и дилемма, как делить столичные квадраты. Хорошая. Может, зам будет здесь у нас. Какая удача в придачу, это вообще редко бывает такое, но это счастье. Впрочем, уже стартовал и очередной 23-й тур. На кону более тысячи денежных призов, еще три автомобиля и уже трехкомнатная квартира в Минске. И это далеко не все подарки от Евроопта. Сразу 10 тысяч наиболее активных покупателей, которые с 23-го по 25-й тур соберут наибольшее количество игровых кодов, ждет приятный подарок. Билеты на концерт звезд российской эстрады. Меж тем делать покупки и при этом оставаться в плюсе сегодня можно не только в магазинах Евроопт, интернет-гипермаркетах ЕДОСТАВКА, но и в новом ГИПЕРМОЛ, в котором, кстати, сегодня самые низкие цены. Очередные же имена счастливчиков узнаем за несколько часов до нового года. Анастасия Бенедесюк, Сергей Курков, телекомпания СТВ. Велочные браконьеры могут попасть не только в объектив видеокамеры, но и в специальные ловушки. Только в Гомельской области организованы сотни постов, а с приближением новогодних праздников их станет только больше. Перед Новым годом Минлесхоз решительно настроен дать отпор любителям бесплатных елей. В первую очередь, внимание лесным массивам, прилегающим к дачам. Александр Добриян о том, как щепки летят. Этот вид браконьеров появляется раз в году. Их добыча – стройные елки и пушистые молодые сосны. Патрулируем, объезжаем все культуры, посадки, контролируем подъезды. Новогодних браконьеров Татьяна Мещанова в веренном ей лесничестве отлавливает уже 15 лет. Контролировать лес сейчас помогает снег. Все следы, как на ладони. По горячим следам задерживали, приезжали, составляли протокол, люди бросали, говорили, мы не виноваты, мы больше не будем. Задерживали именно так, по следам. По словам Татьяны, основные нарушители – это жители соседних деревень и дачники. Некоторые до сих пор не понимают, почему они должны платить за елку, которая растет в 10 метрах от их дома. Следить за порядком в лесу людям помогает техника. Данная камера может работать как в дневное, так и в ночное время. Имеются инфракрасные датчики, датчики движения. И длительность съемки может составлять до 20 дней. Кстати, украсть лесу пробуют не только елки. В этом году была попытка похитить саму камеру. Только вор не учел, что пока он снимал устройство, устройство снимало его. Мужчину нашли в течение двух часов. В преддверии новогоднего праздника, как правило, обращаем внимание на транспортировку елей, сосны. И при транспортировке данных деревьев у водителей должен быть либо чек с елочного базара, то есть подтверждающий документ, либо справка из лесхоза. Прививать уважение к чужой собственности и сознание, что дерево в лесу – это государственное имущество, помогают штрафы. Новогоднее браконьерство – дело не из дешевых. Даже охапка еловых лапок может обойтись в 400 рублей. Ну а штраф за новогоднее дерево целиком, в зависимости от территории, где оно было украдено, может превысить и тысячу рублей. В сравнении с официальной стоимостью новогодних елей цифры просто астрономические. На елочных базарах, которые откроются по всей стране уже 21 декабря, самое дорогое трехметровое дерево в этом году будет стоить порядка 25 рублей. Александр Добриян, Виталий Расповов, телекомпания СТВ, Гомельская область. Вальс, Катриль, Полька, Поланес. Воспитанники Могилевского кадетского училища пригласили на рождественский бал ровесниц из областного лицея и студии эстрадного танца. В интерьерах городского дворца бракосочетаний настоящая атмосфера 19 века. И хотя уроки танцев предусмотрены в учебной программе, основные фигуры и танцевальный шаг репетировали почти месяц. Считается, что настоящий кадет должен не только владеть военными знаниями, но и уметь вести светские беседы, делать комплименты и, конечно, танцевать. Все получилось. Сама новогодняя атмосфера. Ну, мы окунулись в прошлое. Галантные кадеты, девушки как леди. Мне все понравилось. Настроение новогоднее было. Какое? Историческое, скажем так. Молодой человек обязан уметь танцевать. И тем более и кадет. Потому что он должен суметь танцевать хотя бы на свадьбе. Когда я танцую под вот эту волшебную музыку, я оказываюсь как будто бы в книге или в каком-то фильме. Это внутри просто все трепещет. Очень волшебное чувство. Рождественский бал – это тоже часть акции «Наши дети». В танцах закружились и гости праздника. Представители органов власти, силовых структур. На бал они приехали с новогодними подарками. Денежными сертификатами, компьютерной техникой, сладостями. И на этом пока все. Итоги понедельника подведем в 22.30. В студии работал Сергей Прохоров. До встречи в эфире.